Сегодня Динамо и Ворскла сыграют в Лиге Европы. Киевляне сыграют с Астаной, а Ворскле предстоит выездной матч в Лондоне. После двух дней Лиги Чемпионов, сегодня, 20 сентября, нас ждут баталии в Лиге Европы. Тут у нас два представителя, Динамо и Ворскла. Динамо встретится с Казахской Астаной на фоне неудачных выступлений в чемпионате. После вылета от Аякса из Лиги Чемпионов команда Хацкевича трижды потеряла очки в Премьер Лиге, дважды проиграв. Казахстанский футбол в последние несколько лет переживает настоящий ренессанс. В большей степени это касается выступлений в Еврокубках именно Астаны. Столичный клуб на внутренней арене не имеет себе равных, а в Еврокубках в прошлом году вышел в плеев в Лиге Европы, проиграв спортингу. Интересно, что Астана прибыла в Киев без главного тренера. Официально команду возглавляет украинец Роман Григорчук, однако фактически он отсутствует на своем посту. Месяц назад Кауч в связи с личными обстоятельствами покинул Астану и до сих пор не вернулся. Несмотря на последние неудачи, фаворитом данного противостояния видится все же Динамо. Статус обязывает. Ворскла, лишенная необходимости пробиваться в групповой этапа через квалификацию, стартует в групповом этапе Лиги Европы матчем с фаворитом группы, лондонским арсеналом. Еще и на выезде у Ворсклы на внутреннем фронте дела явно идут в гору. Стартовые неудачи сменились натужными, но все-таки победами. Последняя из них была выстрадана во Львове над крепкими Карпатами, 0-1. Безусловно, интересен будет не только непосредственно данный поединок, а и то, с каким настроем выйдет намереть с неискушенная еврокубковыми битвами команда Сачко. В таких встречах для полтавчин изначально не может быть потерь, а лишь одни приобретения. Судите сами, за поражение в Лондоне с Ворсклы никто не спросит, а любой позитивный исход возведет полтавских игроков в ранг героев. Шансы на положительный результат имеются. Тем более, непонятно, каким составом с полтавчинами сыграет команда Эмери и какой настрой у нее будет. Обратим внимание, что матч Динамо с Астаной начнется в 19.55, а для Ворсклы стартовый свисток в Лондоне прозвучит в 22.00, по материалам сайта Ньюзгроком.